Представители детских центров собрались сегодня у стен Дома медицины и требовали встречи с главным санитарным врачом области. Развивашки оказались в числе тех немногих организаций, которые обещали открыть, но до сих пор не открыли. Людмила Бачкина наблюдала за происходящим. Полтора часа директора детских центров стоят под окнами департамента. Здесь только инициативная группа. Она представляет порядка сотни детских образовательных учреждений, развивающих студий, центров предшкольной подготовки, языковых курсов, центров психологической помощи, летних лагерей, групп полного пребывания, раннего развития. Свою ситуацию педагоги называют катастрофичной. У всех по три месяца задолженности за аренду, просрочки кредитов, отсутствие денег и, главное, полная неизвестность впереди. Диалога с нами нет. То есть не говоря уже о том, как отвечают сотрудники ССНА по телефону. Я понимаю о том, что у них тысячи звонков. Они говорят, у нас бордовые телефоны, отстаньте от нас, ждите постановления. Все. Ну извините, то есть это большая индустрия. Это в этой индустрии сотни директоров, за ними тысячи сотрудников, у которых десятки тысяч семей. Все. Ну то есть это основная проблема. На нее никто не обращает внимания. Арендодатель мне сейчас говорит, то есть если вы сейчас не откроетесь в ближайшее время, съезжайте, я сдам ваше помещение другим. А куда я потом сяду? Руководители развиваших негодуют, почему им не разрешают работать. Ведь они и до пандемии дезинфицировали и кварцевали помещения. Работают-то с детьми. И сейчас у них готовы и маски, и дисковрики, и все остальное. Педагоги написали петицию. Она собрала уже полторы тысячи подписей. Но ее никто не хочет замечать. Даже реакции нет. Ну что нет ответа? Нет реакции. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ответили, что никого из руководства нет на месте. Однако позже все же приехал главный санитарный врач Канат Аскаров. Он согласился поговорить с пятью представителями инициативной группы. Мы сейчас видим, насколько в отдельных частях предпринимательской деятельности не соблюдается эти режимы. Население просто категорически не хотят понимать и верить в том, что коронавирус есть и существует. И многие говорили, что когда тепло настанет, заболевание уйдет. Да, ушли заболевания ряд респираторных инфекций, но при этом, как вы видите, коронавирус продолжает активно, к сожалению, выявляться. По словам Каната Аскарова, на этой неделе будут проходить совещания и решаться вопрос с открытием развивашек. Если ситуация с заражением COVID-19 не будет критичной, со следующего понедельника им разрешат работать. При этом каждому предпринимателю нужно подготовить алгоритм своей работы и список всех детей. Санврачи проверят, нет ли среди них контактных. За любую оплошность ответственность будут нести директора детских центров.